Всем привет и в этом видео у нас будет жирный жир, а именно трансмиссия от фирмы SRAM GX 12 скоростной и я повелся на маркетингах. Маркетинг только не тех, которые SRAM, а людей, которые вот каждый наверное второй или каждые два человека из трех писали, что GX вот только если SRAM, то только GX, потому что NX, SX, которые тоже на 12 скоростей и тоже Eagle Technology, они типа там вообще пластилиновые, настройки сбиваются и так далее и тому подобное, только GX и все. Ну я что, я такой, блин ну ладно, ладно поставлю на проект рыжий, рыжик, рыжий-рыжик, RR, вот эту вот трансмиссию просто дорогущую, ну по крайней мере для меня, для кого-то скажут, типа вот что там, типа вах-вах, ничего-ничего такого сверхъестественного, ну блин для меня как бы это ого. И в этом видео, ну посмотрим, что это за переключатель, посмотрим, что за ролики и вкратце расскажу, что я думаю вообще о данном переключателе, но по виду вот реально он такой дорогой стоимость, потому что на момент заказа составляла порядка 10 тысяч, сейчас это еще больше, по ссылке ниже в описании можете зайти посмотреть, можно конечно взять сразу с монеткой, будет дешевле и видео про монетку тоже будет потом в следующем видео, когда она придет. И все ссылки, разумеется, ниже в описании, потому что там часто спрашивают, да, где, где, куда, вон туда, там, ниже, под видео, все это есть. Так что, поехали смотреть, поехали, приехали. Ну и конечно надо, что, что, надо его взвесить, потому что, ну, нелегкий, скажу так, по виду массивный, вес его 299 грамм. Ну что, вот и, как говорится, дорос до Eagle Technology, и для тех людей, которые скажут, ой, а почему не Shimano, за эти деньги можно было Shimano XTR, там, или взять, или еще что-нибудь, ну, XT точно, в принципе, это и уровень XT, XTR, наверное, нет, XTR это все-таки уже X0, там, XX, я не знаю, как там дальше у них идет, у SRAM, но SRAM, мне, если честно, нравится монетка, как она работает, потом это все расскажу детально про монетку, когда она придет, но в этом видео у нас вот этот вот переключатель. Кстати, как ни странно, здесь номерок был не зачеркнут серийный, потому что обычно везде его черкают, ну, типа, все, зачеркнутый, не хочешь, не бери. И здесь еще заявление, КПД 520%, а значит, можно будет поставить кассету на, какая там, 951 или 950, уже точно не помню, и у вас будет прям вот 520%. Класс? Класс, думаю, что класс. И по прямой, и с бугра вам будет легче, и по 2 игры, в общем, как-то так. Так, что у нас еще по технологиям Type 3, который это роллер Bearing Clutch, он, в принципе, был у меня и на SRAM NX, который 11-скоростной, аналогичная, просто вот ничего сверхестественного нового нету. Подводка троса также исполнена, получается, идет упор рубашки с тросиком, и все это у нас заходит в такой круг, который потом это все натяжение будет делать более плавным, наверное. Раньше я боялся, что, типа, блин, этот шарнир, кружочек, да, как его еще можно колесиком обозвать, никак не разберешь, то есть он здесь расклепан. Здесь он, кстати, тоже расклепан, и никак, типа, не почистишь. Ну, сколько времени катаюсь на NX, все нормально, в принципе, доволен. Здесь у нас, кстати, еще маркировка AVID есть. Ну, из регулировок, конечно же, это B-Tension, Low, High, винты тоже есть, все под шестигранник, это хорошо. Но, блин, что меня удивило, и я просто вот такой, серьезно, серьезно, я его когда-нибудь это сделаю с ним, я его разберу. И я увидел здесь, здесь стопорные кольца под параллелограмм, именно на оси параллелограмма. То есть я могу их просто разобрать, достать, и все, внутри просто вот вообще вылезать прям. Не знаю, пружину как получится, не получится снять, но когда-нибудь я это сделаю. Не сразу, конечно, но сделаю. Просто вот уже классно. Не зря, как говорится, переплатил, да, скажут люди. И еще вот полезная фишка, кстати, можно сразу оценить, насколько жесткая лапка, она здесь PCS какая жесткая. Вот это кнопочка блокировки. Получается, у нас висит переключатель, мы его выдвинули, и все, у нас цепь не в натяжении, и можем, что хотим, то и делаем. Соответственно, что мы хотим, просто замок снять, одеть, поменять и снять колесо. Ну, кстати, удобно, потому что висит здесь, и он такой, оп, и все. Уже где-то там телепается, цепь не в натяжении, и все классно. Ну и сама пружина в параллелограмме у нас тоже прям жестейшая. Чем еще и отличаются Shimano от SRAM именно жесткими пружинами. Хоть здесь и нету тумблера, да, этого рычажка Shadow Plus, здесь сама технология Type 3. Она же, роллер, биринг, клатч, просто вот практически, наверное, повторяет эту фишку у Shimano. Ну и теперь что, я хочу еще посмотреть, что у нас тут по роликам. Конечно, тут понятное дело, что оси у нас смещены, и прям нормально так смещены. Бывает как бы просто вот немножко. А здесь прям за счет того, что кассета у нас большая, будет на 50 зубов, то так это тут надо. Просто вот надо. Так, ну и теперь посмотрим, что у нас. Вот верхний ролик и нижний ролик. Хочу посмотреть, ну, вроде как на промах. Потому что, ну, видно там, что есть. Ага, на фиксаторе было. Винты здесь, скорее всего, каленые, потому что они черненькие. Не просто как-то покрашенные, а именно каленые. Оу, даже так. Получается у нас еще и подшипник с резиновым пыльничком. Это вообще как бы огромный плюс. Почему? Потому что, ну, вы сможете его обслужить. Просто потом подковырнуть и поменять смазку. Здесь, кстати, маркировка его 626 LLUH. Ну да, H. Не знаю, насколько вам будет видно. Вот как-то так. Ну, подшипники поменять, я думаю, не проблема. Да, и в целом, ролик поставить тот же китайский, какой-нибудь тот же Favno. Я думаю, не слишком плохо будет от этого работать переключатель. Кстати, еще надо будет напомнить самому себе, что проверить потом на люфт роликов самих. Ну и нижний ролик у нас тоже на промах. Вернее, на проме одном. Вращается просто божественно. Без шума и пыли. Ну, еще, конечно, разница, я думаю, вы заметили в размерах ролика, то, что верхний у нас на 11 зубов, а нижний на 14. Нижний отвечает за натяжение цепи, а верхний это у нас подавательный ролик и отвечает уже за четкость. И в теории, я еще не пробовал, если поставить больше зубьев, то и износ, по идее, цепи будет меньше и самих роликов, и возрастет точность самих переключений, а также шум самой трансмиссии именно цепи. Ну, это еще стоит проверить. Многие так говорят, что типа так и должно быть. Ну, поверим пока что на слово. Ну, и мне тоже можете поверить, написать свои комментарии, как вы думаете, так оно это или же нет. Ну, и лапка, конечно, мое почтение. Почему? Потому что она легкая и алюминиевая. Ну, я думаю, не зря просто так, такие бабки берут за такой переключатель. Так, ну и теперь хочу проверить, есть ли люфт или же нет. Ну, блин, промах, какой тут может быть люфт, да? Просто вот шатаю, ну, вообще нет. Просто вот нет. Что снизу, что сверху. Так что просто переключение должно быть идеальное, но очень огромное. Но и петух должен у вас быть абсолютно ровным. Если он будет там в какой-нибудь плоскости, искривлен, там восьмеркой закрученный, спиралью какой-нибудь, то все, забудьте про вообще 12-скоростную трансмиссию, потому что, ну, не будет у вас работать нормально, переключать, ну, как, какие-то крайние звезды, там, например, от маленькой до середины кассеты будет нормально, а потом начнутся какие-нибудь затупы и будет прыгать там через одну, может, даже через две скорости, потому что, ну, часто такая фигня случается. Вот такой вот сегодня был переключатель и будет на моем проекте Рыжик. Как вам он? Пишите в комментариях, что вы думаете вообще в целом о фирме SRAM, как она вам? Что же лучше все-таки вот? SRAM или же Shimano? Shimano или же SRAM? Третьего не дано там компанией, забудем. Просто вот из этих двух, что бы вы выбрали? Пишите в комментариях, интересно будет почитать. Ну и, конечно же, до следующих видео на моем канале. С вами был Андрей, канал Китовелик. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok